Тверские дворы атакуют целые полчища крыс. Грызуны не стесняются выходить на прогулки среди бела дня, пугая детей и пенсионеров. Однако такое соседство настораживает горожан. Что привело в городскую черту крыс, почему их так много и как с этим бороться, выяснил наш корреспондент. Контейнерная площадка на улице Чудово в Твери. Ночь колонии грызунов изучает залежи бытовых отходов. И подобное кино, говорят жильцы многоэтажек, круглый год. Местные крысы настолько вольготно себя чувствуют, что выходят на прогулки даже среди бела дня. Табунами ходят. Даже к нам в 8-й дом уже пешком ходят. Сидим на скамеечке около полисадки. Они вот так днем между ног у нас сейчас стоят. Выношу мусор, подхожу высыпать. Штуки две оттуда вылетают. Табун вылетает, штук пять-шесть. В принципе, они никого не кусают, никому не мешают. Но это заявление под большим сомнением. Крысы пробираются под капоты авто, перегрызают ремни, провода орудуют на детских площадках. На Чудово несколько контейнерных точек. И каждая оккупирована грызунами, судя по нормам. Инженер управляющей компании, в чем ведение и площадки, рассказывает, что регулярно проводит дератизацию. Раз в месяц практически всегда вызываем. Сесну вызывают и травят их. Поэтому боремся со своей стороны. И сами пытаемся вызывать. И по обращениям жителей. От тысячи до десяти примерно выходит. Одну контейнерную площадку. Травим, травим. Яды уже бесполезны. Пока пища есть для крыс, здесь никуда не денется от них. Услуги по уничтожению грызунов в Твери предоставляют десятки организаций. Обычно УКА заключают с ними договор. Хвостатых оккупантов травят ядами, либо перехватывают ловушками. Но, как показывает практика, мера не так уж и действована. Контейнеры в микрорайоне Южный. Рядом детсад. Мусора нет, но вокруг одни норы. Контейнерная площадка не только трапезная для грызунов, но еще и место жительства. Под бетонной плитой располагается настоящий многоквартирный крысиный дом. Сразу на одном месте несколько десятков глубоких нор. Полчища грызунов в городах появляются неспроста. Сюда они мигрировали из сельской местности к хорошей кормовой базе, где есть белковая пища, например, мясо. Его легко найти в мусорных баках. Там у них и стол, и дом, где они комфортно живут и активно плодятся. Контролировать размножение вообще невозможно, говорит зоолог. Примерно раз в 9 лет численность популяции крыс резко возрастает. Причину мы этого найти сегодня не можем. Человечество ничего не может сделать с крысой. Если даже мы их истребим, у них есть миграционные потоки. Как добыча крысы никому не интересна, разве что совам. Сам же грызун нападает лишь в том случае, если его загнали в угол. Тогда у него исчезает чувство страха, и он защищается. В процессе может и укусить и животное, и человека. Вместе с тем крыса представляет угрозу, ведь она переносчик опасных заболеваний. Причем опасен не только укус. Это элептоспироз, это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, это тулеремия, даже чума. И у крысы еще есть очень неприятное свойство. Переползая по поверхности, она постоянно наносит мочевые капельки. Это ее свойство, которое позволяет ей запоминать путь, по которому она перемещается. Но с мочой она также оставляет различные штаммы патогенных бактерий. Если уж такое произошло, нужно промыть рану раствором марганцовки и обращаться в травмпункт. Истребить грызунов невозможно, но остановить численность вполне. Регулярная дератизация избавит от проблемы на время. Можно лишить их кормовой базы. Но зачастую жильцы многоэтажек не то что борются с ними, а наоборот облегчают жизнь. Оставляя у мусорных баков еду для бездомных животных, они устраивают настоящий праздник для крыс. Поэтому коллективная ответственность горожан и коммунальщиков пусть полностью не истребит колонии крыс, но явно добавит им неприятных забот. Так что вся надежда на своевременный вывоз мусора, а также герметичность контейнеров. Ведь у них имеются крышки, однако почему-то не закрываются. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...